Одолеть внутренних драконов. Оптимизировать жизненный выбор. Наладить баланс коммуникации. Выдержать жесткий прессинг публичности. Стать героем важной персоны. Продолжение следует. Возвращается в монстры. Это я к метаморфозам, которые ждут любого нормального человека, когда он становится чиновником. Когда чувствуются ли эти метаморфозы, происходят ли они уже? Может ли человек быть застрахован от того, чтобы превратиться в чиновника в худшем смысле этого слова? Что такое чиновник в нашем понимании? Это бюрократ, который что-то откладывает, лишь бы ничего не делать, не брать на себя ответственность. В 90-х годах это деньги правили. Чиновников тогда не было, правили деньги. Происходит ли сейчас что-то со мной? Я думаю, что происходит во мне внутри чужой сидит. Я его загнал туда кулаками. Он усмирился. Увидел, что ты чиновник, ты можешь все. Мне сегодня сказали, что по статусу, там есть чины еще государства, я где-то генерал-лейтенант. Я тут вспомнил, что папаха мечта всегда была, жизнь лампаса. И как-то внутри чужой зашевелился. Понимаете, в чем проблема? А у нас действительно проблема есть в стране. Не я меняюсь. Меняются люди вокруг меня. И на самом деле, мне кажется, что во многом проблема чиновничества это не проблема людей внутри, а людей снаружи. То есть мы сами с радостью приносим подарки. Мы сами с радостью предлагаем взятки, извините за выражение. Количество предложений, которые ко мне сейчас сыпятся. Стать вдольку. Войти вдольку. Просто войти вдольку. Лишь бы вдольке был человек. Потом, самый верх, конечно, финиш победила. История, когда мне пишут, что Геннадий Сергеевич, вы так прекрасны, вы так великолепны. Вы знаете, но вы же заняты постоянно. Поэтому давайте мы представим наш проект удивительный, в котором мы вам дадим вдольку вашему сыну. То есть, понимаете, это еще раз. Я сижу, я не борюсь с соблазнами. Потому что я их когда-то в 90-х переборол, еще что-то. У меня их как бы особых нет. У меня есть своя цель. Но в целом выдержать такой напор нормальный человек, мне кажется, не может. И постепенно у человека складывается вот эта история. Чужой поднимается, 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 поднимается и превращается, как вы заметили, в дракона или в монстра. Ну, так все происходит. Ну, вот вы как-то сказали в одной из интервью, что для нас, журналистов, чиновник – это законная добыча. Да, чиновник – законная добыча. Расшифруйте этот тезис, потому что он был проговорен достаточно сконками. Когда я был бизнесменом, у меня были прекрасные отношения со всеми журналистами. Я был так называемым ньюсмейкером. Со мной можно было договариваться. Я договорился с журналистами. Шел такой, знаете, обмен, как в разведке. То есть, ты мне, я тебе. То есть, я тебе чуть-чуть что-нибудь расскажу, ты мне чуть-чуть что-то расскажешь. И какой-то такой компромисс. И на самом деле, наверное, я не могу сказать, что я был самый коммуникабельный, но во многом я много знал, много рассказывал. И какие-то такие интриги были. Но были очень человеческие отношения со всеми журналистами. Перейдя в статус чиновника, я сам этого не ожидал. Вдруг, вот знаете, у меня есть собака-овчарка. Она совершенно такая, знаете, безобидная. Вот бывают такие овчарки, которые вообще, она кусаться, она гавкать не умеет. Но когда она выходит на улицу, и мимо идет пьяный человек, она рефлекторно дергается. То есть, она его даже кусать не собирается, она просто рефлекторно дергается. И вот дернулись все журналисты, кто был вокруг меня. Вот дернулись все. Почему? Потому что чиновник – это такая тварь. То есть, я, наконец-то понял, почему чиновники не дают визиток, не дают телефонов. Зачем нужны секретари? Почему они сами никогда не отвечают на телефон? По одной простой причине, что когда вы загнали чиновника в угол, вы можете его препарировать. Почему? Потому что если о нем напишут плохо, с переводами будут проблемы. Правильно? Если хорошо, начальству не понадобится. Нет, на самом деле, вы понимаете, более того, есть понятие согласованных историй. Это большая проблема нашего чиновничества. У нас же из-за этого регулярно в социальных сетях возникают сейчас скандалы. Например, может ли чиновник ввести в Фейсбук? Помните, был совершенно чудесный скандал, когда, по-моему, в Орле или где-то замы губернаторов по спорту. Прекрасные девушки, департамент по спорту, фотографировались, сессию сделали. То есть, или они коммуницируют. У нас вообще никто не привык, что чиновники могут коммуницировать, хоть как-то разговаривать. Это вообще как-то возникает нонсенс. Постоянно возникает об этом поводу скандалы. И да, для журналиста, чиновник, вот он его поймал, и так как чиновник боится и то, и то сделать, он его может просто доить. То есть, практически, он может ему писать, знаете, если вы мне сейчас не расскажете, какие будут поправки к постановлению такому-то и такому-то, то я напишу о вас дальше по выбору, хорошо ли, плохо ли, в зависимости от журналистов. Вас шантажировали таким образом? Да. Я даже догадываюсь, наверное, про какое издание мы сейчас говорим. Достаточно жестко. Ну, знаете, в разной форме, еще раз, даже скажем так, кто-то жестче, кто-то мягче, но пощупали меня почти все. Вот просто пощупали, насколько я готов. Причем меня все пытались, очень интересный эффект, все попытались меня тут же загнать внутрь, обратно. Мне говорят, Геннадий Алексеевич, как вы можете вообще публично так и разговаривать? Как вы можете вот так писать? Как вы можете вот так говорить? То есть, с одной стороны, тебя загоняют специально обратно, чтобы, по сути, ты был какой-то упакованный в какую-то, не знаю, там, сел за белую каменную стену, например, в башню сел. И оттуда через пресс-секретарь со всеми общался и только имел какие-то индивидуальные маленькие контакты. Ну, вам достаточно сильно, как мне кажется, досталось и достается. Я совершенно был... Да, ну вот глагол, который употребила Тимченко в отношении вас, что вы налезали эту должность, он за этим стоит что-то личное, у вас с ней какая-то предыстория взаимоотношений и оскорблений? Самое удивительное, что я с ней лично, персонально не знаком. В истории моего назначения проблема заключается в том, что, знаете, вот когда появился у нас интернет-амбудсмен, все сообщество ждало появления амбудсмена, потому что настолько возможно, некоторые проблемы взаимоотношения с государством и интернетом требовало какого-то подобного выхода. И, возможно, кто-то ожидал, я не знаю, может быть, кто-то ожидал какого-то другого человека на моем месте. Например, никто же не знает, почему так получилось, как получилось. И то, что главный редактор, неважно какого издания, позволил себе такие высказывания, это говорит о глубоком эмоциональном ударе, наверное, я так подозреваю. Но я даже не могу объяснить причину. У меня вот этого нет, я не понимаю. А у вас есть общие друзья? Ну, какие-то общие друзья есть. Мы же все, тут еще понимаете, внутривидовая борьба всегда была жестче межвидовой. Тоже очень важная история. Но у меня есть единственное предположение, единственное, которое я могу видеть, что это то, что когда меня назначили советником, по большому счету, так как это было все связано с Ирией, это, по сути, всем показали пальцем, что теперь по вопросам интернета идти на институт развития интернета. И это отсекло многим людям какие-то старые-старые каналы. То есть у нас же все-таки тоже достаточно указали поддерживать дождь. Его поддерживали сколько лет? Достаточно долго. Пока вдруг выяснилось, что его никто не поддерживает. Также здесь история. Она шла с каких-то времен, насколько я понимаю, Павловского, который делал ФЭП, когда в интернете вообще не было денег, и была легализована определенная коммуникация с государством. Возможно, этим объясняется, что мы достаточно сложно с государством общались все это время. То есть мы хотим с государством поговорить, с государством хочет с нами поговорить, а разговоры не получаются. Когда вы говорите с нами, вы имеете в виду интернет-сообщество? Может быть, кстати, до Галины Тимченко дошло мой комментарий по поводу того, что с «Медузой» ничего не получится. Правда, я всегда находился в каких-то... А, значит, все-таки... Не-не, ну, конечно, когда-то что-то было. Предыстория какая-то была. Что это за предыстория? Меня спросили, наверное, я думаю, меня спрашивали, какие будущие перспективы у «Медузы». Я справедливо отметил, что и название не очень, да, и самое главное, что либо им придется попситься все равно, котики, тесты, еще что-то, что сейчас, собственно говоря, происходит, либо выжить на одной негативной повестке, то есть паразитировать на ленте руку с ком, которым они были, да, то есть это всегда можно легко и непринужденно, а самостоятельное плавание всегда очень тяжелое. Вот, и, возможно, некая обида в связи с этим у нее есть. Вы можете объяснить все, что угодно. Объясните мне, как вы считаете, выбор Путина, если это был выбор президента нашей инициативы, если это не коллегиальное какое-то решение, он в известной степени может быть постулирован тем, что у вас военное прошлое? Ну, я думаю, и... Ну, слушайте, вот если опять же объяснять, оно даже не просто военное, оно еще и примерно питерское, да, то есть оно не до конца питерское. Я все-таки, знаете, не первый призыв. Я молочный брат, да, то есть я в Питере учился военному социуму Ножайска, но я думаю, что выбор всегда у любого человека определяется какими-то схожими стратами, да, то есть, ну, очевидно, что, например, у меня в компании работают четыре выпускника, четыре моих однокурсника. Это нормально, естественно, если вы с людьми пять лет учились, то вы как-то больше доверяете. То есть у вас свой кооператив «Озеро» такой? Ну, можно сказать, что да, у меня свой кооператив «Озеро». Наверное, я бы даже так шире сказал, у каждого свой кооператив «Озеро». Мы иногда этими кооперативами для достижения цели объединяемся. Получается, кооператив «Два озера», кооператив «Три озера». Потом мы распадаемся. Ну, почему это же правильно, только сами кооперативы остаются. Это же действительно кто-то меряется. Более того, эти кооперативы, они же слоями идут. По образованию, по национальности, по предпочтениям каким-то разным. То есть, кто-то вышивает крестиком. Это тоже определенный слой, тоже определенный кооператив «Озеро». Собачники. Вы не поверите, сколько я, благодаря тому, что у меня собаки, решил своих проблем. Кстати, иначе говоря о Путине. Действительно же. Ну, нет, это нет. Но я, на самом деле, не очень был лабрадоров. Я люблю овчарок. И у меня сейчас есть еще наказание от семьи. Это скотч-терьер. Вообще, у меня как-то так, как я вырос на этих фильмах «Четыре танкиста и собака». Потом вот это Лесси, что у нас там было. Ну, там, правда, с Колей бегал, но тем не менее. Для меня восточноевропейская немецкая овчарка – это единственные собаки. Ну, вот еще скотч-терьера сейчас. В семье захотелось что-нибудь маленькое. Поэтому здесь ничего неплохого я в этом не вижу. Мы все за собой тянем всегда свои связи. Всегда скамейка запасных у всех определяется своими собственными связями. Мне кажется, что интернет привносит большую длинную скамейку запасных в эту историю. Вот вы упомянули детей. Ваш сын стал как бы ньюсмейкером после того, как выяснилось, что вы перетерсались на него. А немножко вообще про детей чуть-чуть расскажите поподробнее. Ну, старший, высшая школа экономики. Сейчас собирается защищать диссертацию, как я понимаю, учится. Или сейчас как это называется, я даже не знаю. Более, даже честно скажу, я не скажу, как у меня у дочки старше. Называется институт, в котором она учится. Я стараюсь, по примеру, своей мамы не очень внимательно. То есть, как, ну, поступил, поступил, молодец, похвалили. Есть определенные... Нет, ну, знаете, как, сын подошел, спросил папу, куда поступать учиться, в МГУ на Мехмат или в высшей школе экономики? Есть несколько всегда ответов. Но первое, те, кто хочет поступать на Мехмат и МГУ, тот не спрашивает, во-первых. Это первый ответ. Знаете, как из серии, не хочешь, не писать, не пиши. Второй ответ, я говорю, смотри, что ты хочешь. Если ты хочешь заниматься исследованиями, ну, вот, и потом, посмотри, вот здесь сидит кандидат наук, там, доктор наук. Вот у него такие заработки. Или хочешь, как папа, руководить людьми, ну, иди тогда. Я, правда, наставил больше на армии, конечно, честно говоря. Типа, сходи бы в МГУ. На срочной службе или на училище? Ну, военные заведения. И объяснял это мотивированно тем, что там учат руководить. В общем-то, ну, скажем, неважно чем, ну, там, когда ты руководишь оты, это же, или там, курсом, или еще чем-то. Это просто умение руководить. Причем армия, она в этом плане, особенно военные заведения, дает возможность, если внутри них ты стал руководителем, бесплатно ошибаться. То есть, вот, когда я был в Можайке, стал командиром, ну, я таким идиотом был, честно говоря. То есть, вот, мне и прибивали, и тапочки к полу, и гирю в кровать клали, и лычки спарывали. Вот, все, что можно сделать с человеком, чтобы его воспитать правильно, да, из меня, ну, делали. К пятому курсу я обучился, я стал очень коммуникабельным. То есть, основная проблема в армии, это у тебя есть начальник, есть подчиненный, и как-то нужно находить баланс коммуникации. Ну, как, ты начальник, я дурак, по-моему, аксиом. Это да, но на самом деле это не совсем так. Вообще, вот то, что я сейчас наблюдаю в чиновничьем аппарате, это очень похоже на армейскую историю, потому что нет прямого кипяя. Ну, нет, кипяя, такое новомодное слово. Вот в бизнесе есть кипяя, он понятен, сколько ты денег заработал. А у чиновников и военных кипяя, в принципе, нет. Потому что можно готовиться к броноспособности очень долго, но проверить можно только в случае войны, и войну никто не хочет, да, поэтому вот как-то вот. У чиновников та же история, в заботе о детях, в заботе, там, Минздрав, в заботе о здоровье населения, в заботе об образовании. Поэтому здесь, ну, не знаю, мне как-то кажется, что, ну, вот, мы же к детям, да, пришли, значит, дети. Высшая школа экономики, вот, если ты хочешь как папа руководить, чтобы у тебя были начальники, то иди в высшая школа экономики, причем на бизнес-информатику иди. Это не значит, что у тебя будут плохие учителя. Идти же можно вообще в любой институт. А потом, если бы создался диалог, буду ли я платить, на что я справедливо сказал, что нет. Потому что, ну, вот, иди год послужи, я приеду в часть, поговорю с командиром части, у тебя будет самая лучшая служба, никакой дедовщины, вот, такой пендаль ему дал волшебное. Поступил, окончил, со второго курса работал. В целом я рассчитывал где-то, ну, что-то ему отдавать лет через пять. Ну, сейчас внезапно... В смысле бизнеса. Да. Дочь учится, по-моему, в РГСУ. Или РГСУ. По-моему. Сейчас объясню. Когда я снимал ей квартиру, да, то есть, когда я снимал ей квартиру, я понял, что я искал это где-то в ВДНХ. Ага. А, вот, понятно. Вот. Причем там... То есть, мы логические конструкции строим, вместо того, чтобы просто спросить. Ну, как, как спрашивают? Я стараюсь в части какой-то, то есть, я там, там, у сына девочка есть, девушка, да, то есть, у дочки есть мальчик, юноша, да. Хотя вы знаете, как их зовут? Да, не, не, не настолько. Я не про детей, я про мальчик. Знаю, знаю, знаю. Да, вот. Хорошие, хорошие очень. Мне очень нравятся они все. Но я имею в виду, что я стараюсь не лезть дальше, чем не просят, не лезть. Да, вот, у меня все-таки мама не вмешивалась в мой выбор. Я должен был поступать в Вангон и Мехмат. А поступила я на суде Можайского. Вы знаете, как, в интернете есть такая поговорка про поисковых оптимизаторов. Вот, вот, женщина искала в Яндексе, как купить зеленое платье, пришла на рынок и купила красные туфельки, да. И как с этим работать, да. Вот так же я поступал в Вангон и Мехмат, учился, курсы какие-то проходил. Наверное, должен был поступить, куда я делся бы, да. Поступил в военный институт Можайского. Согласитесь, такой длинный такой прыг в сторону. Мама ничего мне не сказала, она сказала, хорошо. Я думаю, что она долго не знала, как правильно называется военный институт Можайского. Ну, в том смысле, что, ну, поступил, поступил, место есть, есть. В чем проблема. Главное, чтобы преподаватели были хорошие. Это дочка, младшая дочка, наверное, танцует, учится, какие-то олимпиады по математике, 10 лет, Сонечка. И есть пятилетняя Ромочка, у которой она совершенно все хорошо, учится шахматами, тоже играет, двигается. Вот как-то так. Когда вы стали государственным человеком, это в семье как-то обсуждалось, это первый вопрос, а второй сопряженный. С первым, вы советовались с кем-нибудь принять это предложение или здесь просто не было никакой альтернативы? Советовались, я имею в виду, не с товарищами, а именно с семейными? Ну, в общем, меня семья всегда поддерживает, мне очень везет. Несмотря на то, что у меня достаточно бурная такая жизнь. Все части, потому что у меня старшие дети от одной жены, младшие от другой. И несмотря на то, что мы разошлись, всегда, когда происходили какие-то сюжетные баталии, когда была первая семья, там были 90-е годы, там было очень, скажем, принимать решения было очень тяжело, потому что на кону стояли и доходы, и уровень существования семьи, надо было принимать разные решения. Меня всегда поддерживали. В этом плане даже, если честно говоря, не сомневался, но, если такое слово, стрёмно. Ну, во-первых, там действительно же была смешная история, что я всегда, меня звали в свое время вице-губернатором Ленинградской области, потом где-то в Росэнергоатоме, у нас были большие истории в 90-е годы. И вообще попутно очень много было предложений уйти в государство, и у меня всегда хватало и денег, и возможностей каких-то, чтобы не уходить. Потому что, во-первых, все годы в государство шли с единственной целью, ну, с какой-то, не будем ее называть. Ну, она очевидна, да. Да. А во-вторых, я всегда говорил, что надо было как-то вежливо отказать, ну, если Владимир Владимирович попросит, я пойду. И когда мироздание возвращается бумерангом, это такая была очень расхожая шутка на протяжении последних 15 лет. Раз в год она срабатывала. И вот когда она на тебя бумерангом возвращается, это, конечно, производит впечатление для того, чтобы просто взять паузу, хотя бы подумать. Ну, может быть, удастся как-то отбояриться. Понятно. Ну, Владимир Владимирович сказал, не надо думать там долго, да, то есть только побыстрее. А так, для формальности, конечно, сына спросил, он сказал, купи мне меч Дарт Вейдера, как раз в тот момент был. Я вручил ему меч, который уже был куплен, надо дать дождь. Сыграя сейчас. Вот насчет военных. Я, честно говоря, был изумлен количеством предателей, скажем так, именно в военной среде людей, которые, ну, просто про присягу забыли. Для вас, как человека, который из этой системы, изнутри узнал, это было понятно и объяснимо, почему так много людей вообще забыли, что они давали присягу. Ну, я ни за что не соглашусь с утверждением, что все бинты продажны. Согласен с вами, да, тоже массу. Но беда заключается в том, что в определенный срок времени, вот когда в популяции 1% коричневой субстанции, да, ее не видно, мы ее воспринимаем очень адекватно. Но бывает, когда и бывает 10. Остальные-то 90 пашут, да, остальные 90, и чиновники все не такие же. Огромный пласт людей, которые просто работают за зарплату. Не существует возможности, если у нас на каждом месте можно было воровать, то, знаете, в таком случае, я говорю, великая страна, которая может выдержать вот это воровство, да, или великая, ну, у меня периодически возникают внутри моих там компаний, возникают, я говорю, Герман, у тебя воруют, я говорю, это здорово. Мне говорят, почему? Я говорю, понимаете, значит, мы это зарабатываем. Ну, еще раз, значит, мы это зарабатываем. Значит, это же вопрос, ведь беда заключается в том, что когда начинают обвинять, что там чиновники вывезли, или там бизнесмены вывезли там из России триллионы, да, ведь так, если вот развернулся за струн, получается, просто останови, тогда этот триллион здесь останется. Беда заключается в том, что это не совсем так. Так вот, с военными та же самая история. То, что мы видим, я сам знаю много разных историй. И переходили в бандиты, и переходили, меняли страны, и меняли еще что-то. Мне кажется, мы все время забываем, что там внизу сидят миллион человек, кадровых офицеров, которые плавают в море, которые там на кораблях плавают, еще что-то. То есть, другой вопрос, что в какой-то момент времени появляется спрос общества, который поддерживается и журналистами тоже, да, то есть, потому что это горячая тема. Это то, что никогда не было. Это вообще сакральная тема. Почему тема всплывает в военных регуляторах? Потому что когда-то у нас всех долбили в голову, что военные – это честь, достоинство, фильм «Офицеры». То есть, еще что-то, еще что-то, еще стереотип у нас живет. И когда мы вдруг видим обратную сторону, это прямо настолько резонирует, что на тело мы начинаем педалировать. Раз, педалируем, два, ну и пока она живет. Живет она долго. Ну что же, в второй части мы поговорим про ваши интернеты. То есть, более предметно. Так вот, об интернетах ваших. Знаете, у каждого социально значимого персонажа есть набор заготовок, которые он при каждом удобном случае излагает. У вас, как мне показалось, когда я смотрел в ваш интервью, это вот пример с Яндекс.Такси, что 1 плюс 1 – это 10. И такой тезис, что на самом деле только Россия, Китай и Соединенные Штаты Америки что-то сделали в этой сфере, что в Европе ничего этого нет. Это, кстати… Ну и самое главное – это плюс-минус правда. Вот это вот разве, тем же, это меня удивило. То есть, имеется в виду, разве нет своих ВКонтакте и своих социальных сетей? Убиты все. В Бразилии убиты, в Европе убиты. Они были все, они все пытались понять. Как в Франции, разве нету? Нету. Ну, они какие-то мелкие, то есть, они не, как если мы говорим, есть такой термин «зарубежные единороги», «миллиардная компания стоимость». Вот такого нет. Ну, с Китаем я понимаю, там границы. То есть, там вот эта альтернатива, она возникает в силу, ну, каких-то и менталитет абсолютно особенного. У нас-то за счет чего? А все, на самом деле, ну, во-первых, мне кажется, надо с уважением относиться. Вот знаете, автомобили мы делать не можем. Удивительно, танки-то можем. Это, вы знаете, танки можем, автомобили, ну, видимо, кто-то что-то может. Да, то есть, вот, но у нас всегда еще в 60-х годах была развита математика. У нас вообще никогда не было с этим проблем. Несмотря на то, что было какое-то время, когда кибернетика считалась проституткой капитализма, да, были гонения. Сталинские тезисы, да. Были, были, были. Тем не менее, несмотря на это, мы все равно всегда достойно держались. Даже когда мы заменили наши разработки на ЕСовские, для того, чтобы поддержать ЕС, видимо, там, чтобы все вместе двигаться, то есть, перейти на одну платформу, на IBM-овскую платформу, как модно говорить было бы сейчас, отказались от, как бы, если импортозамещение, наоборот, это как? Когда свое убил и чужое взял. И когда мы это сделали, мы все равно всегда были, у нас всегда были математики лучше. И в этом плане, ну, не знаю, земля, может быть, как это, вот место, знаете, вот как по автовазу говорят, место проклятое, а здесь место счастливое. В Глубихмат всегда был кладезем людей, ну, в общем-то, с уникальными достоинствами. И когда появился интернет... То есть, извините, я хотел бы здесь вот прояснить, нет, нет, потом добавить, вот прояснить, это имеется в виду, что за счет сложившейся системы образования, или за счет вот нашей природы, что вот у нас произрастают таланты? Ну, я думаю, что таланты сами по себе не произрастают. Безусловно, есть школа. Безусловно, школу можно разрушить. Безусловно, ну, пример, там в Костроме есть там, по-моему, Красная Горка, село, где золото плавит с детства. Или у нас есть Златоуст. То есть, всегда, там же золотоустовские мастера, это же действительно какое-то место, где, с одной стороны, сперва они там начинали, а потом они расплодились, появились помощники, которые создали свои бизнесы. В этом плане, безусловно. Но руки-то тоже должны быть, для того, чтобы начать. Поэтому здесь у нас с точки зрения математики, кстати, все было хорошо. И надо еще обратить внимание, что мы в интернет зашли на 10 лет позже. То есть, при том, что мы достойно выглядим, обратите внимание, достойно выглядим, мы еще зашли позже. Это иногда, кстати, бывает хорошо, потому что, если помните Высоцкого, помните по поводу первого и второго. То есть, когда к первому приходит финиш, посмотрите, сколько их полегло. То есть, он же не просто так приходит. Кто-то же там разорялся до этого. И поэтому, когда мы шли как бы вторыми... То есть, не совершали каких-то ошибок, да? Ну, конечно, но пример пейджеров, он очень понятен, нагляден. Которые в мире достаточно долго жили, а у нас они практически залетели, тут же улетели. И не прижились, кстати. В Америке они еще как-то живут, а у нас они не прижились. До сих пор? Да, до сих пор. То есть, в любимых медицинских сериалах они всегда с пейджерами бегут. Есть такая история. И поэтому, мне кажется, что у нас это нормально. То, что мы достойно выглядим, это нормально. Другой вопрос, что получилось с течения обстоятельств, когда государство не вмешивалось в нашу работу внутренней деятельности. Мы внутри себя сами воюем друг с другом за эти... Ну, я в интернете с 98-го года, ну, за 16 лет, за 17, да? То есть, мы сами себя поели, покушали, подоговорились. Я прошу прощения. Оно не вмешивалось, потому что не понимало масштаб и потенциал? У одного из вице-президентов Ростелекома про интернет была совершенно чудесная фраза недавно. Знаете, какая? Это до сих пор, по-моему, 2015 год, либо конец, либо середина. Что интернет – это плесень на наших проводах. Мило. Мило. Ну, кстати, если подумать, ну, согласитесь, хорошо, да? А вторая часть, которая тоже хорошая, когда я разговаривал с представителями хороших кабельщиков сетей, они говорят, вот я по-простому сформулирую, что они говорят, мы строили-строили, мы прокладывали кабеля, мы подвиг совершили. Вообще, если честно, это подвиг России проложить кабеля, это обеспечить качество связи, которое у нас сейчас есть. Это подвиг. Включаем телевизор, а там Клименко и Волжь. Я бы добавил к первому высказывать, что это агрессивная плесень. Понимаете? Но так получилось, да? То есть, что в реальной жизни, ну, ведь, на самом деле, действительно, некоторые виды изменения в чем, на самом деле, заключаются? Что телевидение, как только у тебя контроль распространения информации, то ты владеешь всем. Транс или труба, нефть идет, да? То есть, по сути, что в трубу зашло, то и вышло. А интернет выскочил из истории. Он стал как бы над вышками. И в этом плане и Яндекс, и Рамблер, и Мэйл, и ВКонтакте – это абсолютно самостоятельная история, которые действительно живут на инфраструктуре Ростелекома, Транстелекома. Но как бы с ним не делятся, ну, я даже не могу сказать, деньгами вроде делятся, потому что, ну, как-то, ну, это же неохотно, а формально делятся, без души. Купили ДТЦ, ну, серьезно. И самое главное, и у них вся слава, да? То есть, у них все... А вот эти кабеля, они как-то вот такие, знаете, как вот, например, как дом шикарный, да? А осенизаторы там работают. Вот кабельщики, как осенизаторы. Поэтому здесь вот где-то вот в этой... Это проблема достаточно. Кстати, Яндекс, вы упомянули, это тоже из частых ваших высказываний, в телевизионных, вх. интервью, вы говорите, что если Google – это Мэйбах, то Яндекс – это в поменьшем мире, да. Да, 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 без всяких сомнений. Без всяких сомнений. Ну, на самом деле, мы же понимаем, что дистанция-то все равно есть. Колоссально. Она только измеряется в другом. Она измеряется не в голове. Ну, то есть, у нас с программистами все хорошо. Мы могли бы выдать. Есть здесь небольшая проблема. Ну, знаете, как вот, знаете, где родился, там и пригодился. Вот есть понятие ареала языкового. Почему во Франции нет своего поисковика? Их просто физически мало. Вот, знаете, вот есть объемы, после которых… Я прошу прощения, а половина франкофонной Африки? Не хватает. Африка нищая. Может быть, когда-нибудь, когда в них интернет проникнет, возможно, что-то будет. Но компания Google работает, в первую очередь, визуально на англоязычном рынке. Все, что они сделали, у них сразу… Вот я потратил, мы же тратим одно и то же время, одни и те же деньги на разработку какого-то продукта. Например, поисковик у меня и поисковик в Америке. Там накладывается платежеспособность населения, но мало того, еще и охват. То есть, англоязычная аудитория, условно, в пять раз больше. Соответственно, они могут заработать в три раза больше на аудитории и в пять раз больше по охвату. То есть, на рубль вложений ты получаешь, условно говоря, в десять раз больше доход. А у нас русскоязычная аудитория. А где у нас русскоязычная аудитория? Это бывшая СНГ. Не самая богатая история. Правильно же, да? И мы сами, которые тоже находимся в какой-то странной истории, но и по миру. То есть, у нас реально миллионов 350. И поэтому наши доходы, они упираются в языковую историю. И нам не хватает критической массы, чтобы перейти к другим. Попытки Яндекса в Турции, сейчас внутривидовая борьба, внутривидовая, вызывает у нас внутри интернета скепсис, конечно. То есть, все всегда начинают ехидничать. Например, я тоже всегда говорю, слушайте, ну вы бы сперва научились побеждать русских. В России, в Белоруссии, в Украине, где постоянно идет потеря доли русскоязычности аудитории. Но, тем не менее, я, как это же, если на публику, конечно, я горжусь тем, что они пытаются сделать. Они в Турции, у них доля сейчас подросла. Другой вопрос, что, конечно, им очень тяжело. Не хватает охвата и мощностей. Потому что у Гугла, еще раз повторяю, на каждый посетитель, на каждый доллар затраченный на программиста, ну, по сути, там 10 единиц дохода. А у нас сравнение с ними 1-2. И вот в этой капитализации Google может скупать все компании. То есть, вот сейчас прекрасная совершенно история с робототехникой, там у Google идет развитие. То есть, он может вкладывать в Google-мобили, то есть, которые будут ездить в медицину. А у Яндекса очень сложная история. Он не может, то есть, условно говоря, его денег для нас это очень много, ну, для России, да, остатков на счетах Яндекса очень много, да. А для того, чтобы купить какую-то зарубежную компанию, чтобы не тратить время на разработки, у него не хватает. И в этом большая наша проблема. Я даже не знаю, может ли государство здесь чем-то помочь. А вот вы можете помочь нам? Я когда говорю нам, я имею в виду не журналистов, а вот вообще юзеров, пользователей. Чтобы объяснять каким-то людям, там, в Роскомнадзоре, что вот то, что они там делают, в смысле каких-то репрессивных запретов, это вызывает только раздражение, потому что обходятся все эти, в общем-то, запреты легко. В общем, для этого даже не надо быть профессионалом. А ассоцируется это в целом с государственными институтами, все, что исходит от Роскомнадзора, допустим. Ну, смотрите, Роскомнадзор – это все-таки сотрудники ГАИ. И тут, безусловно, и мы тоже не любим гаишников, которые нас остановили, две полосы отобрали права, но они выполнили закон. Поэтому тут очень хорошая такая, знаете, отмазка, да, вот бедный Роскомнадзор, все валим на него. На самом деле, понятно, все, что делает Роскомнадзор, это то, что сделала Государственная Дума, они просто исполняют решение. Они просто исполняют решение. А если Минздрав издал указ о том, что блокировать все аптеки с дистанционной торговлей, то жаловаться, что вы не можете в аптеке купить аспирин, ну, можно, конечно, ругаться на Роскомнадзор до бесконечности, но не получится. Это все-таки Минздрав. Вы принадлежите к числу тех людей, в интернет-сообществе, не знаю, насколько распространенный вид, тех, кого в Фейсбуке называют охранителями. То есть человек, который патриот, которому не все равно в целом, что будет страной, и не только о собственной семье думает, но и в целом о том, что, наверное, скрепы там и так далее. Скажите, пожалуйста, как патриот должен реагировать на стандартный упрек, что вот вы говорите нехорошие слова про Запад, а сами все пользуетесь исключительно айфонами, исключительно продукцией американской или европейской, не говоря о том, что интернет – это вообще вещь американская. Вот что здесь, как патриот должен реагировать? Слово патриот, знаете, вот как у нас действительно, мы живем в каком-то мире, где слова поменяли смысл первоначально. Либералы, консерваторы. Ничего же ругательного не было в слове либералы. Ничего не было плохого в слове консерватора. Не было ничего плохого в слове демократа в начале 90-х. Вот я живу в доме, но я понимаю, что если не будет налогов выше, нельзя платить 2 рубля, нельзя без налогов на капремонт. Ну, пожалуйста, сейчас самая жесткая тема. Это капремонт. Нужно. Если не формировать фонды для капремонта, то у нас непонятно, что будет скоро. Это важно, это нужно. Но это люди не обменяются как охранители, а обменяются как государственники, которые понимают, что это надо. А вторая часть, наверное, это ближе к популизму. Потому что очень легко... Я тоже могу написать прекраснейший текст о том, какие негодяи в правительстве, которые посягнули на деньги капремонт. Бабушки достали с кармана, бедная бабушка не может купить себе молока. И так далее и тому подобное. У меня и френдов станет в 10 раз больше. Очень сложно идти в этой нише, при этом оставаясь где-то в нейтральной позиции. Потому что у нас еще под патриотами тоже понимают, знаете, тоже ура патриотов. Такие тоже бывают истории. Ответ всегда очень прост. Мне кажется, надо жить, делать свое дело. И стремиться к тому, чтобы мы жили нормально. Есть какие-то нормальные вещи. Например, если Запад отключил Microsoft платные сервисы, Google платные сервисы от Крыма, то он то же самое проделает с нами. Из этого следует, что в критических точках программное обеспечение должно быть отечественное. Но этот вопрос просто не формулируется. Он не торгуемая история. Никто же не запрещает, всегда же очень красиво передергивание. То есть, давайте все дружно пересядем на что-то. Никто не знает, кстати, на что надо дать должное. Но, тем не менее, это же ужасно. Придет импортозамещение, вам станет плохо. Я пока не очень понимаю, что плохо. По крайней мере, стиральные машины никто не собирается менять на старые вятки, по-моему. Такого я даже не слышал в этой части. У нас государство достаточно неплохо зарабатывает на нефти, даже несмотря на цену, чтобы у нас граждане могли покупать себе нормальные импортные машины, тем более стиральные. Тем более, они производятся где-то у нас здесь. Ну, по крайней мере, запчастей. Мне кажется, что если не абсолютизировать историю, то нужно очень четко следовать каким-то разумным позициям. Да, есть айфон. Что плохого в айфоне? Ничего плохого в айфоне нет. Может ли директор какого-нибудь департамента ФСБ пользоваться айфоном? Не знаю. Это хороший вопрос. Почему? Потому что у нас сейчас большая проблема данных, которая идет. Это вопрос. Если у тебя секретный должен, это как примерно должен ли у человека быть фейсбук. Я мечтаю, конечно, что у меня есть фейсбук. Сейчас вы меня можете даже обидеть в данных стандартах еще круче. У меня есть. А я мечтаю о том, чтобы мы, начальник налоговой инспекции, тоже имел фейсбук. И тоже бы вот он… Ну, сейчас уже вроде мне, наверное, полегче перспектива нашего бизнеса избавилась. Но теперь сын должен об этом мечтать. Но смысл, мне кажется, в том, что мы, когда говорим про импортозамещение, мы почему-то переворачиваем всю историю. Вот типа вот с завтрашнего дня у тебя должны быть наши валенки, ты должен ходить. Вот что наша промышленность сможет производить, то надо производить. Но самое главное дальше не забывать о том, что нужно свою промышленность протежировать. Бессмысленно конкурировать, например. Ну, август 98-го года, я очень хорошо помню, когда курс стал с 6 до 19, вдруг знаете, что выяснилось парадоксально? У нас курицы свои появились. Вот по курсу 20 у нас появились свои курицы в тот момент. А я тогда у меня была в истории, был директором причала в Санкт-Петербурге, и там возили очень много ножек Буша, так и небезызвестных. И они обходились, по-моему, по 95 центов, когда сюда попадали. Я сейчас цифры не очень помню, но примерно. Я спрашиваю, слушайте, а как же так? 95 центов – это что, транспорт, доставка? Не может быть. Я говорю, так нас же датируют государство. То есть, американцы датируют свой экспорт. И государство должно быть двигаться не в сторону импортозамещения настойчиво, заставив меня и вас переодеться в костюмы фабрики «Большевичка». Не нужно этого делать. Нужно сделать так, чтобы нам было выгодно покупать. Потому что пока мы не начнем покупать и не предъявим спрос на продукцию, пока не будет какая-то конкурентная история, они же не смогут шить нормальные костюмы, ну, согласитесь. И здесь та же самая история. Когда сравнивают, например, стоимость обслуживания самолетов на Бали и стоимость обслуживания самолетов здесь, всегда говорят, ну, смотрите, там 90 тысяч долларов, а у нас 100. Все время забывают, что там 90 тысяч долларов, которые из экономики уходят, а здесь 100 рублей. Ну, то есть, неважно. А дальше вдруг возникает вопрос, любой экономист вам объяснит, что можно потратить в 3-5 раз больше внутрь страны, и это будет адекватно. То есть, на самом деле, самый такой еще нехороший момент есть, когда говорят, вы знаете, а давайте дадим им преференции. Пусть они отечественные, продают на 20% дороже. Ну, вот просто на 20%. Но это невозможно. Мы не можем конкурировать в ряде позиций. Вот если у нас в Яндексе, в Рамблере, в Мэйле все хорошо, то в позиции строительства, в позиции мебели, в позиции... Мы не можем конкурировать в этой истории. Но мы не можем и начать конкурировать, пока не дадут возможность. Но у нас все время страх из 90-х идет. Причем это не совсем страх, когда деньги давались, но они полностью терялись. Но здесь, знаете, как жить в прошлом, всегда идуть на воду сейчас, тоже, мне кажется, бесполезно. Поэтому я отвечу очень спокойно. Мне кажется, что если тебе не запрещено, как государственному чиновнику, пользоваться Фейсбуком, ну, ради бога, пользуйся чем хочешь. Но государство должно очень четко расставлять вешки. Очень четко должно... Была же попытка стимулировать автомобили, производство у нас здесь. Нужно было просто побольше поднять таможенную пошлину, чтобы вот эти наши внутренние... Ну, они же и Форды раскупались, по-моему, и Мерседесы как-то двигались. Ну, вот последний вопрос будет такой, коль скоро термин «патриоты» действительно он так многозначен. Я могу... Скажем, этатисты. Этатисты оценивают 90-е годы как самые позорные в новейшей истории в нашей стране. Вы человек, который преуспели в 90-х, и последний вопрос будет ваша оценка ельцинского периода. Фу... Да, я понимаю. Тем не менее... Знаете, многие его проклинают. Многие... Вот я просто... Я очень хорошо помню, как люди ходили. Я приехал, когда уволился с армии, приехал в Москву, и мне мама говорит, привези сигареты. Я подумал, что это шутка, потому что, ну, там же монстр умирал постепенно. И я посмеялся. И купил просто блок, вот такую коробку Беломора. С юмором у меня всегда было хорошо, потому что я думал, что это будет просто прекрасная, милая шутка. А у нас еще часть была, оказывается, это была последняя коробка на всю часть, которую я забрал. Больше ничего не привезли, ну, снабжалась часть на Камчатке по категории. А, тогда же были какие-то истории. Вот с этим коробком он приехал, и мама у меня, говорит, просто чуть ли не плакала от счастья. И эта коробка Беломора у нас действительно долго вытащила. Но вспомните, пожалуйста, то время, когда люди собирали бычки. Я очень хорошо это помню, когда бабушки продавали баночки с бычкой. Вот представить сейчас эту историю просто невозможно. Если завтра вдруг кто-то закроет все сигаретные фабрики в стране, у нас же не пропадут сигареты из магазинов. Мы это абсолютно уверены. Тут же масса челноков полетит по Китаю, по Польшам. Но я всегда, когда мы оцениваем те времена, Ельцина, Гайдара, Чубайса, то есть я призываю вспомнить, что на тот момент мы не были такими умными, как сейчас. Никто не поднялся и не полетел в Польшу за, пусть там, дешевыми сигаретами польскими. Или на Кубу за Портогасом, которые тогда набивались всей историей. Вся страна была абсолютно доклассирована. И оценивать то время, просто наблюдая за тем, как все это происходило, вы знаете, единственное, что могу сказать, что мне кажется, что мы очень удачно все-таки прошли эту историю. Могли пройти гораздо хуже. Вот наблюдая сейчас, как особенно с экономической точки зрения, по-разному можно относиться к Гайдару. Но я перечитал все книжки, я посмотрел цифры. Тоже знаете, как и отношения к Гайдару очень специфичные. Тем более у него такая физиономика специфичная была. Но тем не менее, они сделали все, что смогли в свое время. Могли они сделать лучше? Я подозреваю, что нет. Никто бы из нас, ни я, ни вы, ни кто-то, кто сейчас их осуждает, в то время мы тоже верили в невидимую руку рынка, просто немножечко в другую. Она у них была там белая и большая, у нас у других была черная и маленькая, например. Но мне кажется, что, к счастью, это было то время, которое мы прошли хоть как-то без великих войн, без великих потрясений, без великих историй. История Сечния уже потом была. Но вот именно развал Союза, он был логичен абсолютно. Горбачев, после него мог прийти только Ельцин. И надо отдать должное, что всей своей вот этой истории берите столько, сколько хотите, он все-таки страну, как ни смешно, удержал. Ну что ж, я услышал вас, и мне было интересно. Спасибо. Неожиданно. Сложный вопрос был по патриотизм, потому что вокруг этого бьются оселком прямо вот все. И все время вокруг этого приходится то, что я ожидал услышать. Я ожидал услышать вторую историю примерно как про патриотов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова